земля так друзья наше время началось рассказ как шагеризады дело в том что у нас очень много сказок и нам надо будет с ними все таки что-то решать так но это все процессе значит у меня как всегда много тем будут и повторы по одной причины потому что не другие не успокоились вот перешли на оскорбление вот ну а мы железо прощать оскорбление как-то не привыкли ответ должен быть достойный поучительный может быть как-то даже делать так чтобы они перестали учить калечить деревья а способов калечить придумано много несколько десятков поехали но у меня свой порядок начинается так ко мне вспоминаем я коротко говорю обратился станислав аркадьевич москвич он же медик горит желанием значит хочет вырастить лучи сад подмосковья сказал чем научиться давай сразу в россии там все это будет зависеть от таких простых вещей что удивительно когда-то я а так как у него близко грунтовой воды возможность сузилась и я просто привожу эту картинку симпатичных девочек вот тут трудно обмануть вот эта девочка моя племянница слева даша справа это дочка главного редактора тогда лучшие важнейший садовая газета сибири всей сибири от урала и до сахарина это дочка головиной главного редактора газета вот приехали разбираться со мной до 50 штук 50 статей потом подумала как что-то уж не все не так как у людей она печатала так моя статья не трожь это день дерево это значит она от бога сформирована правильно а тут же на следующей странице на следующем номере она печатает те которые пишут обрежем все лишнее знаете бог не знал что он понагородил сколько он понагородил сейчас вся страна несколько тысяч авторов и счет уже пошел до тысячи со стервенением учат а миллионы садоводов со стервенением учатся и калечат и калечат деревьев вот они не признают что это божественное создание не считают что это какие-то глупость вылезла из почвы теперь надо его период вот поэтому был у меня две такие встречи с главным редактором вот я потому что она не не ведая что творит мое печатала не трожь а в следующем номере отрежем все лишнее были скандалы скандалы ссоры вот нельзя так потом когда вот перешли мы на холмы я не знаю это говорю сейчас ниже холмы увидеть но если когда человек напечатал что нужно полутора метровый холм вот такой рисунок полтора метра вот такой я ничего не думаю то есть о копии дипетской пирамиды по форме и в основании вот тут на высоте полтора метра от линии горизонта надо посадить дерево когда я ей главный редактор скобочек уже со злою со злостью нельзя же так что я могу сделать он кандидат он доктор наук и все это есть мне архив такой что если только с ним разобраться годы надо это бесконечная борьба причем я проиграл убедитесь сами и вот и здесь когда появляются такие люди как санислав аркадьевич москвич медик золотая медаль школе и красный диплом и еще прочее прочее то есть умнейший мужик он сразу стоять на мою сторону я ему говорю ну не повезло близко грантовой воды вот и бах ему вот этот фотографий слива на абрикосе ой видите еще абрикоса сливик вот я написал под мой слива китайка вот не помню какая именно прямой с абрикос королевский первый шаг гибридом и вот тогда я так как очень чем собрался в отпуск то я ему сделал пять фирмах которые надеюсь не только ему пригодятся так естественно все это полностью противоречит всей науке который мы называем классическая потом вдруг мне помощь пришла такая фотография от моего брата двоюродного уже знаете его ему тоже уже 70 стукнуло несколько месяцев назад и он вырастил привел абрикос на порцию слива слива я так понимаю местные абрикоса домой получилось то есть получается это первое поколение но я почему сказал что его за 70 и мне за 70 да по той причине что мы не можем на следующее поколение врачи то ответка вот она до следующего поколения вот теперь молился санислава аркадьевич вот это прямо это должно быть его заниматься наука она уходим не занимать потому что это в голову не приходит я потом покажу все те же в эти прививки абрикосов крупнейший питомник россии который называется научно-производственный когда я там был гостях по приглашению горячего там было восемь ученых кандидатов наук повторяю у меня есть фотография с ними фотографировался восемь ученых кандидатов наук научно-производственное вот и лепят эти самые абрикосы на войну на этим язык не пора сказать нависим бесею на кустарник вот это вот там пожалуйста но там зарабатывание денег два-три года она мертвая а деньги уже не живые ну в общем вот такая прямо идем дальше здравствуйте валерий константинович у меня с кучочки вырос черешня сколько бандера скажите ему полить или возле татарстан но сюда собой давно знакомы так вот очень нужны про прям таки без него считайте что у вас урожаем не будет ну так как вы знаете и ответить надо а как одному ответить а надо подобрать подобрать а мы уже их видели а тогда взял и так хитро скомпоновал эти фотографии вот это вишня сибирская самовая так вот моем саду раз кстати которую со злобой нужно сейчас брать с этой прыгать почему у этих дам которые закончить и вяжу и учат огромное количество людей при виде этой вишни сердце не обрывается и почему не не падает в обморок а когда и после нашатыря не хватает секаторе не бегут вот это все уничтожать просто удивительно вот так вот это так отвлекся наболела и так вишня сибирская штамбова вишня в которой я внедрил ген в черешни там ниже будет опять написано что вы какой-то металлург генетики вот и генетики 0 а получается что внедрил три прививки черешни и вишня преобразил все сомнение рук от космодрома вот ну вот что есть то есть извините эти тимирики когда-то это будет уже именем нарицательную теряюсь к академию позорите знаете об этом и без вас все собирается закрыть а тут такая слова так вот от вас пойдет еще больше я все что докажу так вот начинает преобразование сама вишни то есть это родственника этого это я привез вишню с украины дедушкового сада вот чисто культурная это еще один вариант посмотрите когда по двое является вишней чистой вишни так веточка которая была привита давно погибла черешни а вишня стала вот такой еще один вариант и наконец чистая черешня это черешня бордера я всегда говорю гордо вот я похоронил друга вот так и скажу теперь 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 значит примерно вот после этого что вы видели так понятно что это все родня не самое близкое здесь влияние при привое влияние на подвой это уже насыщение ментора вы там эти самые все равно потихоньку слушайте по важным откликом видно вот и вы делали что не учите вас то ничего не учат дамы а так получается что близкие родственники и насыщение ментора по и я читал литературе уважаемый душ что лучшим опылителем через все является вишня черешня полноплодная считается вот но я сидел на будущее ребенком от 7 до 11 лет вот эти 4 года или 5 я провел лето на черешнях деревьях огромные они довольно мелкие были это самое черешня но очень вкусная вы ели вместо конфет что вы хотите и вот ели 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 все это другое с памяти я даже подозреваю что где-то гены черешни у меня внутри да смеетесь но это я пошутил вам только дай палец откуси месяц рукой ниже будет видно это так вот вы уже понимаете их дамах идет речь так вот значит все хотите иметь черешни садите рядом вишни хотите иметь вишни садите рядом черешни а если вы еще будете прививать и все это до кучи чтобы росло это 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 и вот тогда у вас от этого станет черешня может спокойно жить не замерзая ну иногда будет пропускать плодошение там тоже бывает такие зимы жуткие вот такой мой расплывчатый ну как мог а наконец когда-то я взял с этого дерева но вот с такого дерева с вишни с внедренными генами черешни вы там сама еще не сходите вы не в дурдоме в реальном саду еще раз говорю я вам потом покажу там такой кусок у вас как такое впечатление что все это обсуждение палате номер 6 но этого ниже сейчас дойдем вам интересно будет как со стороны как вы выглядите а здесь нормально была такая вишня стала такой веточку беру отдаю чернобаеву чернобаева выращивает три саженца вишня вишневая он мне потом еще подтвердил и говорит ничего не в 3 3 сам ты вот получилось через привиты на вишню были вишни с генами через и получили через хотите хотите нет и кассы я меня запретили говорят учет столько когда клятву это такой грех что там у меня не ждут там не ждут уже там в другом месте но я тогда перестал креститься все мы теперь верьте значит ты такие он получил от моих вишневых все что-то две почки битве и вот в результате получились а одно она я время совести лёня он не отдает привозит в огромном три ведра земли и вот такой саженец 3 ну думаю что будет от любопытства умираю на следующий год все три живы но стали вишнями обычно ветки и моя требует это вот мне это именно одна из трех которые мне привез на следующий год сказка кончилась трюк отменен стала вишня добавьте что я это черешневая привитая на сибирской вишни пять саженцев продал местному хуторе же живет может все это подается проверки продал местному олигарху маленького то есть местного разлива вот на следующий год три из них стали вишнями за что я конечно узнал все что он обо мне думает вот получается если это они прыгают гены туды-сюды вот а этого не может быть никогда да наталья сурби даже не может быть никогда вот так вот хотите это я уже и дюсу говорю чтобы у вас продолжение было все что выше я заплавил так тут надо обреченное жить вместе вишни черешни и гибриды между вишнями и чешни вот теперь смотрите сюда значит мне в гостевой идет активная переписка не александр не знаю кто вот потому что один александр есть там потом увидите это наверное не он потому что этот александр увидел группу туманного впервые когда это своей подачи юрий железов брат разместил название или как там ссылку на на этот сайт группу туманного миллион сто тысяч если они подчеркивают подписчиков вот и он впервые увидел о вредных советах смертельных приемах вот и узнал он от меня а так бы не зал ничего подобного никогда доверчивость чертами мы никогда не будем жить хорошо мы никогда не будем жить богато у нас и у русских есть одна национальная черта которая нет ни одного страны мира ни одной стране не вернее ни одного народа достаточно такого значительного ну наивные людей свете но чтобы весь народ наивность доверчивость это наши национальные черты они сродни слова синонимы хотите этим словам доверчивость и наивность этим словам запятая через запятаясь это синонимы это доброта это дружелюбие вот это желание помочь это ну так короче взаимопомощь вот и поэтому мы всегда будем и всегда будут на нас вот так вот на эти как всему миру помогаем сами это самое последние штаны свариваться я не шучу вот это есть что человек который был доверчивый мне надо было родиться не надо было из металлурга придет придется садовода чтобы не просить не могут вот тоже делали вот так когда слависка возьмем и вот получается смотрите новые люди посмотрят а так бы не видели никогда ну дальше он не верит что там миллион подписчиков в этом по этой самой группе но я сам не знаю откуда они миллионы теперь у меня там где-то на одном канале у меня там полторы тысячи на другом две с половиной третьем девять тысячи все но это ладно и так наталья медведев ответила юрию смотрите впереди серьезнейший разговор причем я их зацеплю потому что они не знают это они спрашивают железо валерий генетику учил это звучит как пощечина так нет инженеру металлург она ни к чему а вы что думаете инженер металлург это что бы жили три брата домных третий футболист по этому принципу вы меня отнесли к этим но это ладно смотреть как человек это я повторяюсь почему сейчас вы поймете насколько это важно знать то что я говорю ведь если а это прозвучало пусть там не миллион это читала все лишь тысяча две это достаточно это же публично сказано это еще не то оскорбление впереди вот у них нервы не выдержали вот я сейчас он видом не нес чушь смотрим дальше опять у меня нет вопросов я сама могу давать ответ у меня шикарное образование когда потом он его не достал оказалось что до шикарное образование это самое как это называется телевизорская академия так вот демилевская академия для меня это такой отстойник такой отстойник такое болото это как сейчас где-то там допустим где-то в электротехническом вузе сейчас изучать как последнее изобретение паровой двигатель они там остановились они дальше ничего этого нет я вам сейчас убедили они они сами подставляются ведь они же подставляют тимирязевку вот этими глупостями вы видели этих кандидатов самые которые себя феями называют федеральный канал они такую дурь там я все это уже у меня документировано уже извините уже высылал все это караул и канал путину вот остановить его их они вообще не садоводы кандидаты но и с умным видом учат как сгноить как отрезать как это вот а вы оказывается то сосуде когда это утверждаете вы говорят что у меня шикарное образование это значит все а ребята тимирязевку закрывать и в правду надо зачем вы их подставляете ведь вы могли бы просто со мной подискутировал перейти новую сторону и говорить то что на самом деле правда вот одно из вас и семян культурных растений вырастает дичьки жердель где в каком бреду в этом по это я бы нашел 30-е годы это 90 лет назад было написано вы чё за 90 лет мы ничего не делали я в своей жизни из этих самых костю культур вишни сливы абрикосы персики чё там еще через и костюм занимался вот вишни слива через сколько они уже в сотнях садов мои мной разосаны ни одного дичка у меня целая папка выходь немножко константинович давайте пришлите папку я вам сейчас там по яндекс диску сейчас быстро перешлю там фотографии там люди позировали там адреса там явки вот это то но после того девчата как раз и так случилось что вы не знали сами не вращивали ну что люпин для меня это как сказать зеленая трава трава у дома сразу песню вспоминать мы занимались в травой но занимаетесь ну вы теперь то уже знаете что его водичок все замучаетесь врачи теперь уже после того когда с моих культурных растений они стрессе 40 грамм дашь и до 100 до 120 или анасана самич аспирант ваша это коллега свидетель у меня только с ней полсотни фотографий с этими плодами и теперь вернуть дикое состояние можно но на несколько поколений это специальную работу теперь надо провести они не хотят обратно ну и после этого я бы я почему сейчас опять на вас напал дело в том что от вас идет один вред от вас тысячи людей там миллион 100 тысяч подписчиков ну пусть там правильно не то самое там накрутили эту цифру может лишний может 20 лишь но все равно людям голосом но часто откажитесь от этого и вот я значит для это возьмите ручку красавица действительно отстали от жизни это как бы сейчас у меня ребенка 9 лет тимоша говорите помогаю мне тут с компьютером проблема но это не значит что я дурак просто ступень другая и вот так и получилось это другая ступень вам теперь нужно догонять это вы можете сейчас это самое считать что вы проходите 2 высшее образование высшее почему убедитесь сейчас железо издевательство деревья терпят только на юге холодной россии они опасны и смертельные доказательства 138 вебинаров сотни уже фотографий только попробуй подойди секатором все прощай а вы этого не знак я написал несколько стулатом у меня 200 с лишним вот некоторые почему потому что если с этого начинать учить и если бы тимилязевка и раньше мы перешел сошелся бы такой железо или там латинков или там этот самый которых вы тоже терпеть ненавидите не признаете или этот самый бодр лет 40 50 назад 60 вы бы закончил вуз вот это у вас было бы бита ваша красивая голову девчата на деревьях нет ни одной ненужной ветки и даже листика вообще нету я смотрел что бывает когда ветки отрезаются как дерево реагирует или когда здесь загущение на сюда пошло я сейчас маленькому покажу как вас это уже признаться вы не признаете что были неправы но хотя бы замолчите там где будете вредить всему садоводству а то получается когда то все хочу то врачу скелет дерево и семян совершенен на исторической родине а мы его на север и калечить это тоже постулат если это дерево оно имеет штамп понятно оно имеет с такой скелет вспомните что они могут быть пирамидальные уже шире как как чаши обратно какие угодно такие какие за миллион лет отложилось генной памяти яблоню грушу абрикос сливу абсолютно разные деревья тут не надо по листикам определять по плодам не надо по скелету приведи привести у одного к общему знаменателю это такая дурь а вы сейчас покажу я где вы эту дурью занимаетесь понимаете вы рискуете подставив темирязвику и сами я сейчас буду говорить то что я докажу то есть ниже доказательства вы сами себя делаете ваши имена будут нарицательные уже я их придумал не назову наташ много волик миллионы просто темирязвики как символ грибы едят свою законную пищу мертвые клетки в том числе после дебильных обрезок особенно надо было писать особенно после дебильных обрезок законная пища мертвая пища до сих пор на всей планете из триллионов триллионов живых клеток ни одна не было съедено разуйте глаза посмотрите на дерево на котором нет а у меня таких сотни ни одного этого я показывал после страшнейшего лета которое было холодное сырое холодное сырое холодное сырое до падения листьев они все были здоровы и ни одной ни единого пятнышка ничего и у меня сказки рассказывать а там где брал на на обрезку только те места где где торчат эти самые пеньки вот там до мороз убил где-то вот столько где-то вот столько борьба с грибами напрасный расход сил времени отравления плодов и почвы когда-то это не скоро потому что вы погода где делаете когда-то это станет первым самым главным постулатом всех уже на всей планете и люди перестанут отравлять до увидели этих самых гусениц они могут и на здоровый дерево напасть отравляйте увидели свара чуть для даже на здоровых деревьев бывает это увидели грибы поклонились им сказали ребята работайте это я дерево искалечил они же уже будет подробнее и то что я говорю это пока еще просто когда вариант это еще не доказательства так переводишь привет это мой брат двоюродный вот этот человек осмелился получил за это по зубам ключа оскорбления смелился вот этим девчатам которые учат деревья калечит осмелился высказаться что он не согласен с ними какое ты имел право юра ты современный человек ты такой же этот я еще поражаюсь как ты все успел и и образование компьютерщик и ты взял и 6 лет назад это максимум 6 в данном случае смотри я совсем недавно это рассылал они за тебя извини за такое выражение разговаривали с тобой знаешь как не обидишься если я повторю но это они не я они тебя за придурка приняли и разговаривали соответственно отсюда вот эта фраза у меня шикарное образование и разговаривали как это самое через нижнюю губу но и вот получили это еще из косточки а теперь скажите 10 или как уставки меня жарки это что девчок растет сенец из косточки железа это что девчок растет вы когда-нибудь видели эти видят уже счет это 10 июля им еще расти расти до культурного крупного состояния вам все покажу я вам все покажу эти же фотографии только попозже и вот я вынужден уже коротко потому что вы видели мы отдельный фильм вот вы там где это вы видели предыдущий вебинар потом кусочек был виде отдельный фильм а сейчас очень быстро и что понятно вот это слушай сергеевич начался казанцев василий видит так это ты про свои личные дела сейчас все услышат что ты бросаешься на вас не бросаешь так короче я понял так что ты задаешь личный вопрос а я думал короче вебинар идет скажи тани пусть включает я тебя такой стороны покажу давай давай извините друзья здесь она продолжается и бьет все время этим еще по голове можете подсказать вы так вот она спросила совета у этих темирязевых вот было много чего скоблить убирать эти самые грибы самый ценный совет это ближний план дала наша как ее называть это это будем считать ольга и сахар это ваш бенефис гриббрегменщик таки будет ее мучить пилить и сжигать вы представляете что вы сейчас сказали дерево умирает она когда вы узнали об этом от меня что она сами не догадались покрыта мульчой под мульчой гниет и только в таких случаях когда умирает дерево покрывается грибами не было такого ну понимаете у этих я в свое время до пожара когда мне сожглишат я вырастил 1650 яблонь у меня глаза то есть я что не отличу я было не здорово от больной вот это вот был надо было но мы это проходили и началось потом гриб грибу рознь да что вот а это бедная наталья на нижних ветках грибов нет может их оставить вот потом это я пропускаю это ж надо умудряться вместо нормального разговора эти инструкции сюда печатают целые эти и вот значит ладно получать надо короче потому что мы это уже проходили так вот железом юрий пишет брат уважаемая наталья на вашу просьбу по проблеме вашей обладе дал рекомендации комментарии с вами дали известный сибирский садовод 36-летним стажем железа века посмотреть ролик можно на ю тубе и вот он этот ролик и сейчас еще можно посмотреть кто-то впервые может сюда заглянул нас чуть-чуть появляется новых людей за месяц 500 600 я каждый раз думаю ну хоть пять-десять прибавилось это слава богу и вот получается она мне передает благодарность благодарность принимается и тот ольга которая не всегда не сообразила посоветовала срубить если бы не было вот этого вот то что то то что это самое я возмущенно вот до сюда вы уже знаете я целый ролик снял что ж такое то ведь и так дерево уже на ладан дышит еще это срубить начинается выкручивание вот она сейчас вы понимаете друзья большинство из вас уже могут преподавать для вас это может быть при рука сказать в этом уже как самое ну в общем вы все понимаете и мне так нравится вот это все пришлось выкручиваться пишет хоть пишет не пишет но дело в том что спера дерева заболела а потом появляется болезни коры хоть назовется и так хоть так называет даже произнеси язык не поворачиваться вот понимаете но опять споры грибов да если бы не было бы ни одного гриба вот понимаете взяли вы все какие есть все аяда химикаты и на сто метров вокруг умудрились это несколько тонн надо вы даже не представляете что такое бездесущие грибы и полностью надо до данный момент они все умерли и умерла все это самое и вот когда все это умерло дерево как умирало так и будет умирать вот так вот грибы вот раз поблили там тонна яда химикатов нету вот они съежились они не умрут внутри кстати их убить невозможно они внутри же они внутри вы их убить то не сможете они внутри ну даже если вот так тонну яда химикатов даже на одно дерево вот прям полили его полили так что вот все равно дерево на какой-то момент но это невозможно но гипотетически что умерла все грибы или нет не так уметь убить их невозможно это дурь мается когда учат убивать а речь о другом она просто-напросто допустим замерло вот замерло а дерево как гнило так и будет гнить и вот это вот все что написала ольга вот это не то что глупость я даже похвалить хотел да но с этим мы разобрались я надеюсь вы поняли откуда ранки смучение смучение это в этом а его и тут она меня зацепила правда она ее железо написала но имела ввиду меня железо пропагандирует задернение при стального круга да кстати еще я вам делаю замечание как бы ольга не были грамотной вот скоро на может доктор наук станете пожалуйста вот поздно идти в школу пожалуйста поздно заниматься грамматикой но стыдно видите ли надо кальций а может быть и мы вы самозванка ведь вы же столько грамматических ошибок делаете это же ужас вы следите хотя бы за собой ведь я уже хотел сказать и вы меня оскорбили вы брата оскорбили вы ничего не оскорбили вы сейчас моего сына оскорбили еще дойдем до этого я могу также перейти на оскорбление сказать вы чё вы самозванка вы учились на двойки-тройки как защищать диссертацию я знаю главное чтобы после диссертации стол был накрыт и вдруг то есть вы поняли да вы еще и грамотный представленного круга это так просто пропагандирует пропагандирует представь это только одна из сотен ваших этих ну что да вообще не сути сюда чтобы хотя бы люди это не думали что вы самозванка но реплика железово если не косить читаем железо пропагандирует пропагандирует слабый укол кто меня знаете покажу по 10-20 раз за сто тридцать восемь вебинар я показывал эти фотографии некоторые пять раз и некоторые десять они очень важны как раз что я вот это не пропагандирую нет я написал реакция моя реплика железо это если не косить да я взял тогда несколько фотографий вот это вы пропа пропагандируете да ну иначе то это самое смотрите как хитро сказывать задернение в этом случае отмерзшей травы будет гораздо больше вы людей превратили в кого этих каторжников собственных садах это не фотографии прислали у одних все 35 соток в автором все должно быть под лопату а потом еще тяпкой все лето полоть траву которая будет вылазить вы когда-нибудь садили могу все помидоры лук морковку даже эти все 30 сотки катажный труд а вы что тут устроили эти это ваш партии сторонники караул что делать так он весной по это дерево не проснулась почему потому что на пальцы можно сунуть не только мороз но это я нет вот это моем саду я учился на ходу чуть ли не набегу потому что мне времени не было даже просто груша посажены просто так слова нет они научно посажены на ровном месте без заглубления и без возвращения рано начинает гнить это моя груша поняли я в когда хватился это до старых снимок когда хватился я тяпкой разворачил это гнездо то есть пошили пошили воздуху 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 поливать само собой я так не поливала тут тем более сказал не подходите к ней вот и все равно умерла и эту фотографию сколько раз увидели вспоминаем 358 смотря сколько лет мы знакомы как будто я этого не знаю так вот внимание вот это выглядит сад груши это же больше с вами сейчас про грушу вот этот сад или там яблони эту через запятую близкие родственники вот это вот моем саду а почему так получи да и все это уходит вот так вот вот как сейчас что вы думаете огнило это собирать буду мне заняться нечем это все пойдет на второй круг еще пример я редко-редко сюда предупреждаю когда беру фотографии с интернета а мои это мои это моя гордость потому что они учебные здесь склон 10 градусов я упреждаю вопрос почему нет холма забор за забором мой сад садили вместе с другом долгожители в этой фотографии лет где-то седьмом по-моему сделал 40 лет 40 дерево стало старше на 14 лет за счет чего на этот момент ему было лет 10 лет 15 да да это 30-летний мыс долгожитель вот ну и что где оно гниет то есть я согласен с вами но не по адресу что железо пропагандирует железо-то как раз не пропагандирует уже сами говорите ни за что смотреть не будем а если бы смотрели вы сказали мы согласны железом а здесь надо было пнуть куснуть куснули выглядели как все дураками вот эта глупость вот вот это тоже вот это еще страшнее да но сам учился переучился когда-то читал эту бульварную литературу вроде этого журнала при чатах одессы вот он сам доходил это уже сам а теперь смотрите смотрите внимательно где вы видите траву косится чисто и вот наконец вот вот достали вы меня это же это посадка когда и июля прочитал вот эти мудрая вещи вот эти вас мудрая вещь а да ладно возвращаться не буду к тому тексту вот он взял и написал посадка деревьев саду по железу там на эти же странице вот скажите мне что увидели здесь странного необычного вот так вот другого не вот смотрите вот посадка на холмы вот земля очень плохая бедно вот это вот муча вот так вот она аккуратненько чтобы не дай бог не знаить коню шейку не знарить оставить штампа видите когда я пятнадцатом году купил этот участок миллион рублей включая правда колодец и дом не запилок обшитый досками старенький вот это есть то есть миллион рублей потому что я знал что мне надо куда-то расширяться и со слезами на глазах отдал этот миллион прошло это 2015 год какой он сейчас для нас она видела можете с ней связываться вот я кстати вот что интересы не сарка дичьевыми на саму нашел прям интернете нашел на работу еще студенческую наверно почему больше заложаю какие у нас студенты так вот почему я говорю ничего больше не заметили вы не заметили то за что надо не ну чека оскорбить обидеть ну ничего не видите ну-ка еще заметил один человек потому что выглядело не очень это ему надо было на чем-то зло сорвать и так вот и что тут по железу классическая посадка деревьев в любом учебнике по садово я так 40 лет сажаю вот мы сейчас подходим к этому она оказывается 40 лет сажал покажите мне хоть одну работу у меня это фотография в нескольких десятках фильмов нескольких десятка статьи а такая или еще такие другие на такие а вы за 40 лет чего научили я тогда взял вот это мои фотографии мы сейчас подберемся я специально тяну время чтобы до конца не разожидеться как она оскорбила сергея вот это и майна конца динамич приезжаю ваш абрикос погибает вот видите спасти его не удалось хотя и приехал отругал ее вот это есть мульчирование а вот это тоже мульчирование и вот эти два абрикоса это бай-бай-бай саженцы у меня купила это майна напротив через несей напрямую там несколько километров красный хутор она убила их собственными руками потому что следующий год вот этот сразу уже был мертвый искай его спасти нельзя он сгнил а она в следующем году срубил еще эти два когда она говорит живые а я вот это уже раздал праву сройся вот сейчас не поливать не поливать еще тяпкой вот так это небольшое углубление в такой небольшой развести и молите бога теперь смотрите чего написали эту чеку с этой мульчай перейти жигать для сройся выходит до этого хотя бы досмотреть вот но теперь 40 лет сажали смотрим посмотрели мы на это вот колька исакова ответила юрию взяла вот это вот скопировала там видели крупнее было да вот эту фотографию в рамочку и написала про сергея железа у парня такой варганица будто этой лопаты прибить готов зачем за что а он не знает этот сейчас он не звонил вот потому что он акету на заводе заполнял ты если дадут хорошую зарплату бросает все вот он был если это за такой посмотрите на это лицо посмотрите здесь плохого качества снимок мной сделаны но я сейчас этот снимок покажу нормальным уже это это плохим получился он тут тут на канале еще надо было его еще уменьшить несколько раз видели нет а для чего вот он почему он все рядом почему нельзя было прокомментировать вот потому что здесь еще не выглядит такое как будто убить лопаты готово вот если бы не вот эта фраза сейчас бы не было бы этого разговора мы разговариваем уже 47 минут так и вы бы не выглядели извините и вот он лопатой видите вот здесь совсем маленький снимок а теперь смотрите в натуральную величину посмотрите на него кого он лопатой убить готов я вынужден это повторить это фильме это самое ответ железа это его семья кого убить готов лопатой кого убить готов это тяжелейшая самотверженная работа если начать месяцем позже саженцы его же просто выглядели бы точно такими же но они бы не вызрели перели сибирь лето короткая им надо полностью сбросить листу и полностью уснуть до зимы месяц тот как то вот этот месяц он проживает это что думаете собирается на завод просто так тяжелейшая работа подержали бы ну а а это его питомник плавно переходящий плавно переходящий в этот самый маточный сад я его назвал качучий питомник когда-то войдет даже в классику ну посмотрите специально кого он убить готов рядом с ним стоит лопата просто выкапывал вот видно след от лопаты кого он убить готов зачем было гадить самое качественное в россии саженцы а ведь он не знает про это про 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 вашу фразу что он убить готов знаете я я рассказываю который раз почему потому что вы меня заняли но это тоже технология это тоже садоводство это тоже учеба можно ли в таком виде пересаживать саженцы я его руганью скандалом заставил выкопать этот саженцы я говорю позируй я тебя рекламирую это на улице и мая когда-то случилось в моей жизни много проблем еще одного человека димашков димашков юрий тоже проблемы приехал с красноярска вот без глаша в кармане я говорю юра а мы сейчас с тобой заработаем а на острове после сожжения росли эти вылезли от каждого сожженного яблони взрослые полносящие но уже мертвые выросли десятки сотни есть фотографии там у нее семинары проходили по двое мы с ним допустим 700 то есть цифры не зовут нет 600 я сделал потом это самое мы их пересаживали в горшки и в таком виде продавали но за полцены и мы с ним заработали на 50 а тогда с просьбой в машины подъезжали одна за одной хотя еще интернет фактически ну еще не помогал ну только местные Абакан Минусин Северногорс вот и мы с ним а учтите это учеба я вас же говорю это хватай мешки вокзал отходит занимайтесь тем же и занимайтесь так же вот как на фотографии то есть он привез острова бери только лучше в которых почка зеленеть начинала то есть только чуть-чуть зазеленела мы в горшки сидят в горшках и прикопали а потом и прикапывать представляю он приезжает с острова стоит 5-6 машин я говорю нету салицы давно кончились вот эти будете брать за полцены два или три возврата было пятьсот штук продал по пятьсот рублей я люблю округлять все знают что у меня хоть дикое семечко там допустим двадцать хоть культурные двадцать то есть я не делал как другие там никакой арифметики так и тут пятьсот на пятьсот мы заработали на двоих а я никогда не мелочился то есть типа я этот а ты за десять процентов работать будешь то есть я ему отдал от двухсот пятьдесят тысяч сто двадцать пять ровно половину а мог бы отдать десять процентов допустим это было бы двадцать пять тысяч он бы этому рад был бы тем более это за один месяц мы мы с Юрой Тимошковым видите как я привык фотографии есть его в Красноярске живет это все проверяемо никаких сказок мы с ним взяли это учеба ребята можете повторять а потом я взял за практику уже то есть до осени растут вырастают вот но у меня был помощник я смог организовать инисей поднялся он на лодке это самое в ведра вставит в ведра эти вот эти самые в общем сами додумывайте никогда и вот получалось так что мы все тут миллионы заработали за месяц практически из ничего то есть вот они растут проходит месяц ну может быть преувеличиваем ну пусть сорок дней ну пусть пятьдесят дней ну пусть так вот ну меньше двух месяцев мы заработали четверть миллиона а тогда деньги еще были посередине инфляции другая вот мы на двоих и я не мелочился потому что он бы не приехал я бы даже бы на остров бы не поехал там сожженный сад а у меня сердце вот так вот а для чего это говорю я заставил вы поняли что речь сойдет и о технологии как быстро быстрый день назовем это кусочек Юрий Владимирович ты будешь вырезать куски назовем это кусочек быстрые деньги метод железа и вот этот вот рассказ вот с этой фотографии и вот получается что я его заставил позировать там говорю ну у тебя же саженцы просят это просят это не продаж продавай вот за пол цены по 500 рублей как я продавал и ухода не надо и все а потом продавай только местным там Абакан Минусинск Майна Черемушки только местным а потом деньги вернешь или это осенью такой же сад сучишь руки у меня было два или три возврата из 500 так у него наверное было бы не больше знаете что он мне сказал вот этот человек который лопатой готов вас убить я не халтурщик я говорю ах ты ты меня что-то считаешь халтурщиком он говорит нет я так не считаю вот но продавать в таком виде не буду и опять закопал этот саженец что вы там про лопату и вот теперь смотрите финал этой истории пусть целый час фактически ушел но это учеба и так берется участок если он задернен помните я показывал тережка высыпается прямо надежно а этот после было больше картофельное поле видите мы это просто взяли эту же бату мотокосой скосили вон в углу там этот куча травы убрали косой убрали в этом как называется граблями а дальше в голову случилось вот это вот а нет это еще начало а где-то третий а той фотографии тут уже нету ладно видите как я написал так вот что получается это это бывшее картофельное поле оно всего одну зиму без лопаты в прошлом году оно еще картошка была и здесь терять было нечего и вот именно нагреб нагреб видите вот потом перегноем смазал это все так и я говорю покажешь во всей красе вот его работа а теперь смотрите еще раз это я скопировал второй раз у парня такое как будто лопатой прибить готов а Ольга вот оно выражение лица что не знали куда злобу девать как его отца оскорбить это лопатой он чудеса творит от ваших советов мертвичиной пахнет я вам потом покажу вот это вот как вы сказали в любом учебнике зачем так врать вы что кроме вот этого учебника одного ничего и не читали в жизни когда экзамен сдавали там ну я выбрал самый ранний вот видите уходы уходы дерево после видели какая буква Е видели твердый знак это 19 век так вот это единственное что я нашел что действительно посажен на холк но умудриться же надо было да читаем вокруг дерева лунка для полива и все равно посадим на холм умудриться сделать лунку а потом вот это которое к сожалению много продать не могу это одна из моих книг как звучит посадка саженцев вы думаете вот это рисунок номер десять я рисовал я целиком вставил сюда из вашего учебника целиком а что я тут не участник участник вот моя рука раз крест на крест вот это та самая стандартная посадка которая прошла через сотни если не тысячи учебников и этих самых что вы сказки рассказываете уже крыть нечем надо было написать ооо какая невидаль посадка на холл хрен вы знаете посадку на холл девятнадцатый год извините кто видел фильм может отключиться потому что я повторяю фактически и опять же еще раз это учеба и сейчас абсолютное большинство если взять каждую тысячу садоводов девятьсот пятьдесят из них садят еще этим методом еще сорок садят из тысячи например просто на ровное место не выбирая получится я бы не получится потом все равно получится и наконец человек десять это мы с вами из каждой тысячи человек десять вот ничего не изменило девятнадцатый год научно производство подчеркиваю научно-производственное плодопитомника сады россии у которого на тот момент 10 лет назад когда я там был я фотографировался было восемь кандидатов наук что вы там опять они что эти кандидаты хуже вас что ли в любом учебнике по садоводству есть яма есть переучивайтесь срочно или хотя бы уже это потихонечку потихонечку совет а вот он доктор наук ботинки его я уже третий или четверть раз покажу вот она яма вот сад я не все сейчас не показываю в фильме я подробно я все фотографии показал в фильме и дебильные корни и изувеченные этим самым специально что ли ножом резали вот так через это через прививку вот и жуткая рана вот это вот и это лучше саженец и написать взять сделать бордюры еще раз говорю это все было одна тысяча девятьсот ой 2019 году я в фильме показывал я открыл папку 19 год вот они то есть поверьте то есть это было вчера и все та же прививка почка дебильна и главное яблоню грушу правильно правильно плодовые деревья что нужно знать при посадке вы че сказки то рассказываете про сорок лет а и наоборот дебильные корни страшная рана выкормить невозможно ну напиши ты или возьми ты секаторы при всех отрежь так он доктор наук он этого не знает и сейчас что это саженец не выкормить а чем дальше тем страшнее гибилизм в масштабах россии хотите сад памяти международная акция 27 миллионов деревьев и что они делают 9 мая понимаете то есть когда уже все зацвел видите что делать как минимум 9 апреля надо было садить а если это все таки Европа и чуть южнее лучше бы 9 марта или хотя бы 20 марта но 9 мая садить нельзя а тут 27 миллионов ну скажите кто то с большой трибуны но это ж не вы от вас то не дождешься у вас возможности больше мы с телеканала с канала Туманова вот вот мы призываем Туманова чтобы он с трибуны а он же супер садовод он же такой величина это глыба он же его бы послушали если бы вы девчонки которые вот сейчас со мной пообщались чтобы следующего 9 мая вот этого дебилизма не было что вы должны были Ольга с Натальей теперь делать вы теперь уже обязаны это сделать он там в верхах это самое с Путиным за руку здоровается вот ваш этот самый руководитель Туманов Андрей я очень уважаю он мне прислал книгу подписал Железову Валерию Костяновичу Туманову на память вот книгу свою личную книгу не просто любую а где он автор вот он столько статей моих напечатал ну бывает такое ну вот бывает такое ну страна не сказать дураков нельзя страна просто невежественных людей очень грамотный каждый в своей области понимаете каждый в своей как я этот самый металлрук не последний был до 34 лет пока не уехал спасал спасал свою жизнь потом надо как-то вам рассказать как спасать жизнь когда уже лет 20 должен быть в могиле но это в другой раз расскажу так вот что вы должны сейчас сделать в начале посмотреть сюда смотрите смерть посадкам и так садить 9 мая пусть это 8 мая может 10 кто-то кто-то это абрикос это абрикос скорее всего это абрикос а может быть еще какие-то другие уже которые выпустили ствол которые растут естественно корни были изувечены садится в ямку ну само собой бордюрчик делается сказки будете продолжать про эти про посадки на холмы как удобно и потом вот я сейчас ящик я помните в фильме я это показал я сейчас готов ящик лучшего канику самого дорогого поставить тому вот кто пришлет мне фотографию вот сейчас прошло немного времени этот 99,9 вероятность что он мертв или влачет жалкость и умрет на следующий год то есть хорошо фотографии увидеть весной следующего года когда придет мая и это и это миллионы деревьев вот так вот не имея понятия не знаю ничего элементарного доктора науки вы кандидаты вот что теперь вы должны сделать единственный в стране человек которого послушает Андрей Туманов ваш шеф вы у него не зря что-то маячите каждый день каждый год на этом канале у себя он должен самой высокой трибуны сказать ребята мы делаем большие ошибки вот не надо на железо ссылаться это в любом месте можете посмотреть сажаем миллионы десятки миллионов теряем и миллионы из них теряем я показывал вам да у нас засохли но мы их сейчас отольем помните это я вам показывал эти дебильные вот потому что где-то промелькало в печати вот посадили и вот и вот получается только один человек в стране а больше некому только его одного но вы ему обязаны сказать он не смотрит ему не до этого этот человек живет в другом мире там другие масштабы вот вот а здесь вы просто должны где-то поймать его в угол зажать вдвоем и сказать пожалуйста вы понимаете мы от своей имени у нас в стране после этих дебильных посадок вот этих вот таких вот дебильных вот таких вот гибнут миллионы деревьев ведь эти же люди потом придут и увидят мертвые деревья что они скажут это страшно это сколько труда посмотрите на тележки посмотрите что делать капитально перегной привезли а вы знаете что абрикосы перегной это не слова синонимы это слова антонимы это смерть перегной в этих ямах смерть и абрикосов именно абрикосов вы же грязью полили а этого самого Мичурина а у него эпизод жизни здесь жирная земля все мерзнет и давай на бедную а вот эта тупость что чем больше насыпем и все она будет процветать это страшная вещь вы этого не знаете но вот так легко это ведь тут все равно правильно говорит Александр вероятно эти миллионы тут скорее всего накручены но то есть не так что вы будете опозорены вот этим моим рассказом пожалуйста ну заловите где-нибудь туманного скажите это мы мы горим желанием нам стыдно за Россию за эту посадки дебильные совершенно настолько ну свертельно для деревьев вот пожалуйста с трибуны он же там не последний в Госдуме с трибуны скажите мы мы превратили а он ему нечего бояться его Путин уважает это все и вот после этого не отменится а это на второй наверняка опять будут списки на следующих выборов а нет риск есть дело в том что как преподнести каждый год миллионы из этих посаженных гибнут их посадили они мертвы поздно садить вот и чтоб он сказал я обращаюсь к журналистам я обращаюсь к ректорам института я обращаюсь к директорам каждой учительнице чтоб он так сказал которая пусть это не в школьной программе там дебилизма хватает в школьной программе ненужного вот каждая учительница биологии вот чтоб каждый знал что мы объявляем 20 посадку следующих 27 миллионов не 9 мая а допустим 9 апреля в таких областях 20 марта там допустим брянского этот самый а вот 9 мая может быть омск красноярск вот так вот и мы спасем миллионы деревьев мы спасем этот труд вот так должен это все которые понимают в этом выступить серебряные которые мне недоступны меня на порог не пустят понимаете слушать не буду все мои труды кому отправили тем ученым которые мне микрофон раздусили когда я говорил то что сейчас вам говорю покойная это самое покойная главный редактор представительного хозяйства Юдина Тамара Александровна которая меня пригласила она была членом комиссии по организации взяла и Железов пригласила на что она рассчитывала пусть он скажет все что думает она то уже поняла как надо выращивать деревья сколько ошибок сделано собиралась ко мне в гости хотела за счет командировки еще тут это подлечиться а тут было где подлечиться у нас в Хакасе и командировку и все и умерла но до этого она меня встретила в Москве она меня за руку привела на эту самую она сидела и переживала за меня когда мне микрофон отключали потом отпавила меня вот вот это было а сейчас нет там таких людей которые меня это подводила меня к этому к Еремееву к академику посмотрите вот садовод он мне знать не знал и тут же забыл после того как это нас познакомили не прорваться мне а вы можете вы понимаете сделав если вдруг с вашей подачи с вашей инициативы туманом выступит на с трибуны госдумы и скажет что мы неправильно садим садим поздно садим на смерть мы не умеем садить что все это глупость и дурь ну не такими словами поаккуратнее вот конечно ну понимаете вы этим пользы принесете больше чем от всех этих ваших смертельных советов вот так вот час и десять минут я вот ввел к этому вот если бы не оскорбили сергея лопаты готов убить вот он сергей вот и вы знаете этот дебилизм в чем продолжается вы потом увидите вот это вот со времен Мичурина здесь фильм снимали о нем и вот такая дикая форма дикая а для вас она святое для вас здоровое дерево не существует вот вот она Тимирязевка когда то будет издан учебник он будет издан как он уже будем считать что есть все что я говорю перевести в текст эти же фотографии и назвать история история российского садоводства понимаете и не только российского и вот это вот показать как пример страшнейшего варварского отношения и это Тимирязевка вы понимаете вырежем молчковой ветке она не знает что на второй год она зацветит и заплодоносит молчкова означает это ошибка дурь глупость невероятнейшая вот это все а потом это я выбрал один из этих фильмов это для будущего это был фильм я фотографию делал с экрана видите и все они работают окулировка страшная рана и вот тут же на моих глазах дыр второй дыр десятый дыр двадцатый дыр сотый дыр да что ты с ума сошел а ваш ученик и вот я мой комментарий имба эти персики несчастные прижаться к земле однажды один невеже написал что чем выше тем теплее а другой что деревья неправильно это не вы это это до вас уже и вот однажды я получил письмо из него пани Валерий будь ласка помогите меня за эти самые специалисты наши у нее рекордный персик она мне вспоминаете один из первых вебинаров или отдельный фильм был ну кто на моем канале спасется тот знает так вот она мне написала следующее а потом была переписка и вот и присылает мне фотографию персик молодой ему сейчас по памяти ему лет десять он усыпан персиком она говорит сто семьдесят килограммов у меня вот такие глаза Львовская область у меня вот такие глаза вот такие вот я смотрю на это дерево похоже действительно там ведер двадцать пять а ему десять лет и что пани Валерий пожалуйста будь ласка мне все говорят отрежь нижний а они с плодами нормально развитое дерево да вы видели многие из вас и фотографию то видели просто я сейчас мне невозможно все найти сто двадцать восемь вебинаров зря что ли отрезай все нижние ветки иначе дерево зачахнет я растерялся на какой-то момент думаю я оттуда уехал да я это самое я родился на польше 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 сейчас польше тогда это было львовская область ну до пятьдесят первого года или второго вот сталин подарил да и так чилинию провел вот и теперь окажется я поляк но это ладно все прошло я ничего против не имею если меня поляки будут считать этим землякам я их очень уважаю вот и вот получается что на какую-то минуту я растерялся что же мне делать написать не трожьте а она перегружена урожаем она может просто умереть и такое бывает почему даже для западного я там жил там меня учительница учила как начинается зима первого декабря приходит 1 декабря специально а я же особый посмотрел на улицу снег лежит вчера не было а 1 декабря снег лежит а снегу знаете сколько зайцы бедные тонули в снегу в этом вот и там нормальная зима нормальная западная украина нормальная зима а если там мороз ударит а я скажу не отрезайте она скажет я виноват а если она отрежет мороз тем более убьет но в любом случае виноват буду я если погибнет вот такой ситуации что я сказал не трожьте на ваше усмотрение но в железах говорит не трожьте вот еще один вредитель сколько от них вреда и вот смотрите я сейчас вот этому кандидату наук она филолог а притворилась судоводом а вот и у меня есть кандидат наук друг и вот я пишу между нами девочками смотрите вот она сказала перед этим от самой земли отрезать все и дальше уже выше головы все и на наших глазах она отрезала их вот но она такими резинку то не кончала а мы теперь с вами будем смотреть смотрите мы разбирались с той там где у нас была мульча которая узнала а здесь я задаю вопрос брату я говорю узнай там я туда поезд даже заходить вот сейчас пришла они все-таки реакция была он мне прислал два еще этих самых где они среагировали на тот фильм где вот как раз где ну как сказать хорошенько выставил вот а я еще не смотрел а здесь я ему просто звоню и говорю Юра посмотрели успела хозяйка уничтожить а этой хозяйке было приказано она-то обратилась к специалистам отрезать вот эту ветку а это ровно полдерево приглядитесь полдерево отрезать с этой страшной раны вторая рана поменьше третья и четвертая ей было приказано а он говорит ну реакции пока нету с чем дело кончилось а мне бы посмотреть уже а если не отрезало слава богу если успела а если меня выслушать или отрезало и поставил чтобы мы сейчас полюбовались уровнем наших темирязевых и тогда я значит написал обещаю дорогой Турсон Плот ты кандидат наук твоя последняя работа перед пенсией заведующая лаборатория в Баканском что-то здесь труднее вырастить деревья здесь Байкалов помните как как вы сказали что вырастают только дички а вы знаете сколько Байкалов вырастил этих сам культурных из семян из косточек сколько поколений сколько культурных вкуснейших этих а вы просто наберите садот Байкалов Хакасия это ж надо знать прежде чем писать тут ту дурь чтобы растаять дички из семян из косточек так вот я пишу обижают дорогой Турсон обижают однажды я сказал ему по телефону меня достали не вы вы это мелочь там были покруче злоба лилась прямо даже с этого с газетных страниц злоба людей мысль не допускали как можно вырасти тут в Сибири да еще там такие фотографии как и вот это дикая злоба я однажды не выдержал Турсон вдруг выручает вот вот каждый раз когда на меня будут нападать я могу давать твой телефон подтверди что все это не сказки а а а а он уже на пенсии ему терять нечего так оказывается конечно давай телефон и все я буду ему объяснять первые попались фотографии но удачи посмотрите видите это это моя груша вот она а почему меня вот этот туалет можете идентифицировать вот Турсон пулота кандидата наук настоящего ученого можете идентифицировать и дерево вот оно что ему от этого хуже стало нахрена вот это посоветовали и эта груша и это груша нахрена семь лет не плодоносит уже первый год уже вот они уже вот слева вверху смотрите только сейчас заметил вот плодовая ветка вот игрушка будет нахрена отрезать вот искалечив дерево так что оно наверняка погибнет я начинаю заводиться вот обратился в Турсону я не стал это делать так как они ну посмотрите нижние ветки она как писала 40 сантиметров убирайте к чертовой матери я не стал убирать вот эта ветка вы же как я же не генетик железа а вы же ученые вы же знаете что вот эта нижняя ветка корни кормит нет вот это знаете что она корни кормит вы знаете что эта ветка с помощью листиков это я вам не генетик говорю с помощью листиков с помощью фотосинтеза выделяет глюкозу и этой глюкозы заметьте здесь это уходит в плоды ей нужно потомство давать вы понимаете как вот в эти красивые ваши головы бить там где плоды там глюкоза концентрируется в виде сахаров для чего привлечь животных которые сожрут и разнесут семена это не для нас на свете еще и не было ни одного без хвостов человека когда они уже были вот такие вот а вот это вот без плодов вырабатывают ту же глюкозу для корней а корни ее передают грибам дошло нет и нельзя их отрезать вообще нельзя уже на крик перехожу как можно вот это мне никто не учил этого вы правильно я металлург но я же не слепой ну как персики турсон в сибири неукрывные а это он привозил ко мне несколько раз молодежь ну это посреди с нами стариками молодежь вот то ли аспирант то ли этот кандидат из этого сборного вот интересно я его угощал а он косточки собирал собирал вот вот это настоящий ученый я вам предложил подарок косточки почему вы не хотите знаете почему потому что только с этого момента у вас работа начнется настоящая а это не каждому дано хотя вот столько здесь интересных тем а я фактически загубил вебинар ну поза есть все равно какая-то автору вопрос опять прислушайтесь советом Натальи так Наталья это вы что ли это учили убивать деревья то есть резать эти ветки от себя добавлю нужна формировка штамба нижние ветки при затенении верхней не зацветут вы что собственно этот не видишь вы что собственно фотографию я тоже женщинам фотографию помощи попросила как сделать чтобы зацвело прошу прощения смотрим дальше поняли да зачем нужно зацветиться зачем нужно даже не смотреть на эту фотографию нижние ветки не зацветут если дерево сформировано правильно зацветут даже хотя бы до высоты удаляйте не стыда не совести не это самое дерево сильно загущено ветки под острым углом надо прореживать кого прореживать ну ладно не буду уже туда раскрывать крону укорачивая ветки на боковое плетление растущее наружу мы что эту инструкцию опять прилепили отклонять ветки придется это я выделил это она пишет применять способ надпила вы знаете что такое надпил я не успеваю ничего вот ветка да чтобы дальше гнуть надо вот так раз два три ножовкой и вот так согнуть потому что так она сломается нет надо даже вот эта дикость вот и вот это ну хоть сама-то думает что пишет то это полстраны это самое север Европы и европейской части урал все сибири и дальний восток сахалин сахалин знаете что сахалин это леса тундра сам удивился работать надо с деревом и топором махать какая мудрая мысль работе перевожу все что выше это калечить надо с деревом а это не топором махать какая какая она должна засвести не в этом так следующем году закладывается плодовое зависит ну раз закладывается то нахера вот это вот самое было вот это вот запомню 40 сантиметров это не всего наверное сегодня эти между закончим снова показывает уже еще раз отрезать когда вот эти будут ветки отрезаны раз два три четыре здесь будут четыре страшнейшие раны моростойкость потеряна до нуля фактически она все будет мертво вот так нет если бы даже безобидные были бы такие раны они даже в Италии даже в Египте все равно смертельно а потом что начинаю если выживать бороться с грибами раз два три четыре а вот это если взять поперек площадь раз площадь два три четыре а вот останется в процентах тридцать от дерева за что семь лет оно росло зачем снова то тридцать процентов останется для чего а вот мое дерево ну скажите мне я иногда еще говорил ребята если у вас так получится ну вот две прививки ну обе растут да оставьте в покое ну в крайнем случае берете канат надо один метр вот такой знаете желательно не этот самый не из пеньки а такой сейчас же много такого которое не гниют ну ну мы уже поняли толщиной с рук вот так обмотали это дерево вот и оставили его в покое зачем я должен был по вашей инструкции вот она она же даже больше касается не вот эту потому что здесь речь шла о приближении отношения эта инструкция должна была вот это вот уничтожить вот это дерево если бы да если бы в вашем саду это было вы бы что уничтожили бы его что ли и зачем если на дереве нет ран они настолько упруги у них такая прочная древесина хрен разорвется даже вот это урожай не может разорвать его и ни одного такого случая разрыва пополам у меня не было я имею ввиду груши анекдот про студента знаете как он вроде бы мудрый анекдот но не совсем я весь рассказывать не буду представьте себе когда студент помогает опытному на практике опытному сантехнику вследствие вот там прорыв канализации несколько раз ныряет этот самый опытный сантехник с гальченными ключами устраняет течь выныривает весь в дерьме садится закуривает произносит ту самую волшебную фразу а с рядом с чистеньким студентом только ключи подавал учи студент а то всю жизнь ключи подавать будешь вроде бы нелогично опытные зато в дерьме остается третий вариант надо нам только жизнь устроить чтобы не надо было не нужно было бы нырять в дерьмо понимаете чтобы не было аварий чтобы не нырять в дерьмо и вот это студент не учи студента а то всю жизнь будешь а учить совсем другому вот и о чем и вот так получилось что а она переворачивается страница и опять та же груша вот она же да Саварская область ни разу не свела может неправильно посадили углубили и вот начинается дурдом почему дерево уже не спасти я не считаю их там все может быть она новичок но совет дает края сто процентов у нее у нее он уничтожил белый налив у Элси как только не лечила ну дальше вот это вот все это включая этих наших этих специалистов вроде бы это вроде Ольги да Исаковой вот ей жалко вот понимаете все спилили а как они и мне пришлось встрять но здесь у себя туда не пускают помните делайте свое это а нашу деляну не трогайте вот на этой деляне должна была бы быть если бы мне больше нечем вот это вот жалко караед доедает смертельно больное дерево надо устранять причину не калечить деревья не калечить причины болезни они даже не вот эти вот что там десяток названий до сих пор я старый волк выучить не могу вот это название грибов и название дакимикатов соответственно причины болезни по железу естественная наглость первая причина естественная наглость вынужденность переселить южные деревья на север уже это делает их больными прививка делает их больными в квадрате а уже еще и калеками и они становятся больными и уязвимыми для не для грибов грибы наши друзья и сотрудники а для всех насекомых которые любят плоды которые любят листья которые любят кору вот одна из них вот он видите так вот караед смертельно больное дерево я за Валерий Красивич журнал тут сделать заявление ни разу в жизни у себя в саду не видел караеда как я смог жизнь прожить а как они выше потом как они лечили тут и орифы вспоминают и эти самые инъекции дерево умирает а кстати и умерло после всех инъекций и даже это вывода не сделал а Ольга препаратом каким делал фу вот этого без меня потому что это палата номер семь это как можно когда там хозяин еще ну как сказать делают как бы их назвать эти погоду кандидаты наук вот как можно при этом разговаривать как будто все уже давно в дурдоме и никогда не видели дерево в жизни ни живого ни больного но больные видели ну привет брат ты не выдержал и написал уважаемая Ольга Владимировна я прочитал в этой ветке все советы для вашей души и хочу дать свой совет ой оставьте дерево в покое ой господи первый раз вот за все время я это самое что-то умное прочитал оставьте дерево в покое никакой обрезки придется время оно зацветет может дерево подкормить перегной рассыпав по границе кровной видели фотографии если уж обрезали как вам советую то пожалуйста выложите здесь фотографии господи хоть бы она выложила вот фотографию если обрезали господи хоть бы она не резала может быть ее не хватит может она умнее этих иногда так если не станет резать значит все таки мир еще не погиб теперь языки хе хе юра ты тоже это самое тебя как меня за этого считают третий раз говорю создавайте тему и вам выскажут участники груши свое мнение чужую тему засорять некрасиво ты зачем засорял это ты зачем дурдом залез хотя я шучу дело в том что твоя задача спасти хотя бы часть хотя бы часть деревьев большинство поверят им вот но если сможешь продолжай мой встречный вопрос на их обвинение создавайте тему чужую засорять некрасиво а красиво деревьев количество и вот смотрите как от вас в сады спасать я придумал знаете что было два уникальных как гениальных автор один создал книгу приключения не знаете второй фамилию забыл ой как мне не как я умудрился это несколько секунд но фамилии не посмотрел а второй это ярослав гашек чех так вот ольга вам посвящается ниже ваш уровень стих не знаете это из книги знаете после все это учите внимание то лучше вы смеете пилюлькин это он про пилюлькина стихи сочинил этот очень-очень важный он с касторкой отважно на болезнь бросается всех лечить старается помните этого пилюлькина чем бы ни болел в касторках чем бы ни болел в касторках это не все вот покруче ваше садоводство в кавычках близко по приемам с тем что ниже кстати еще раз да я вас усмею да вы выглядите очень плохо вот вы имеете уже после этого два фильма две то есть еще реакция на тот фильм была он похож на вот эту о чем я сейчас говорю вот я этого еще не смотрел еще посмотрю вот но меня так как я вас сейчас усмею высветить не можете сейчас поймете почему вот потому что у меня доказательства и своей правоты вот а то это не заметить топор фу ладно не буду повторяться итак Гаршик Ярослав это я из интернета похождения браво солдаты я это запомнил но примерно со школы я это металлурка как же какой металлурк мечтал мечтал Ярослав Гаршик итак Швейк приближался час после обеденного обхода внимание военный врач Грюнштейн ходил от койки к койке а за ним фельдшер с книгой так Мацона здесь Клистир и аспирин Покорный здесь промывание желудка и хинин Коваржик здесь Клистир и аспирин котятка здесь промывание желудка и хинин вот итак всех подряд механически грубо обижался Швейк здесь всем больны а смертность доложите в меоревматизм Клистир это еще не все вы еще аналоги не просматривайте а когда это самое дерево заболело вы знаете на этом месте сейчас отвлекусь вот человек заболел у него температура вы заметьте у нас геномы одинаковые вы это проходили вы же все таки эти кандидаты Вы, выпускники, этими языками Правда, почему-то безграмотность дичайшая Я прямо аж ошалел, когда посмотрел Как это Это после третьего класса школьники так пишут И вот получается, что человек болен Нет, давайте дочитаю Нет, дочитаю чуть позже Уже этого достаточно Человек болен А доктор, ему, у него может температура У него может болеть желудок, может что А доктор ему берет и говорит В это место чесать нельзя И отрезать пальцы Человек жалуется на это самое, на слух А он ему отрезает уши Не мерзко? Не мерзко? Вот У себя аж 10 пальцев А ты этим пальцем в носу ковыряешь Вот поэтому у тебя причины Поэтому у тебя насморк Давай мы тебе указательный В котором ковыряют Вот этим, да? Значит, давайте мы его отрежем Так это не все Вот то, что когда вы видели Вот ту фотографию Где надо было отрезать 4 ветки Из 5 Все они скелетные И та ветка вертикальная Она тоже скелетная Это же прививка Ой, это Это же это Сианец Он так рос Ему так надо было Из 5 веток 4 отрезать Это то же самое Что человеку уже сразу Ноги резать Отрезать Руки отрезать Чуть не скал голову Вот это ваш уровень Понимаете? Вот это вот Он высмеивал это Его почему ненавидела Это власть Это самое Это же Ярослав Гася Вот видите Сказал Швейк Это его персонаж Литературный Все это каждый должен Петерпеть ради Государя императора И выкачивание Желудка И клестив Представляете Это все Что предлагалось В качестве лечения Вы когда помните Та дама Которая Это Жалуюсь Все таки погибли Но инъекции делала Вот Инъекции В умирающем деревне И здесь так же Когда несколько лет Его назад Я Это Швейк Отбывал военную службу В нашем полку Случалось еще хуже Больного связывали Козлом И бросали в каталажку Чтобы он вылечился А? И вот я сравниваю Клистир Клизмы А у вас Режать Гнуть И лечить Фунгицидами Чтобы согнуть Ветку Ее надо резать Брать эту Показываю Вы понимаете Нормальному человеку Это невозможно Нормальному человеку Это невозможно Понять Откуда берутся Нормальные люди Я потерял Пять тысяч Еще раз расскажу До сих пор Успокоиться не могу Парню 25 лет Валерия Костичевна Учитель Не было вебинаров Вот Просто не было Я сейчас все записываю А потом показываю С одним поговорю А показываю сотням Что было? Вот экран С той стороны Мужик Он мне присылает Эти самые Фотографии И такие же Перед ним лежат Пронумерованные Специально То есть Я его взялся учить Я ему говорю То есть Пять тысяч Пять занятий Один вечер Тысяча рублей Самое главное Надо рассказать Вот про посадку Вот я рассказал Как заглубляет Эти самые И Сгнивает Вот Показал Как бордючки Помогает гнить Показал Как отрезают Нижние скелетные ветки А на них Это Ладно Меня сколько Я показал Они плодоносят Как ничего не было А если плодов нет Значит Кормят корни Глюкозой Кормят Они же И когда ему Вот это Элементарная вещь А я-то Думал Как все Что если мы Вот это Не провести Эти лекции То тогда Просто человек Ничего не научится И загубит Свой сад То есть У него в голове Должно быть То что Вот эти дамы Рассказывали Это не Высшее Садоводство То что они Рассказывали Отрежствие Нижней ветки Вот Это не Высшее Садоводство Это глупость Просто Рассиражирована И они Стали жертвами И вот он Через два суток Говорит Все Дальше Лечить не надо Учить Элементарные вещи Рассказывал Учить не надо Это любой Дурак понимает Верните деньги Видите Который раз Вспоминаю Все Успокоиться Не могу Переворачиваем Страницу Даже Дата Та же Тоже 21 апреля Не успокоилась Ольга Исакова Ответила Любовь Вам надо Ставить Один ствол Лучше Опять показать Эту фотографию Где эти Остальные Спилить Иначе Они будут Стараться Друг друга Обгонять И уже Вот Где-то Она нашла Другую И быстро Чтобы показать Что Или она За это Деньги Получает За эти Дебильные Советы Потому что От Туманова Я не знаю Там же Есть Модератор В итоге Свести Будут Одно Ставшие Столи Ветки Отогнуть Помните Пилой Отгибать Укоротить Годичный Просто Треть Это То Что За Прошлый Год Выросло А не Треть Длинной Ветки Продолжение Роста Проводника Должно Быть На 20 И Выше Других Самых Скелетных Веток Ну И Штамп И Уже Это Вернее Я Юра Думал Все Таки Ж Это Помните В смысле Откажешься От тех Слов От Обрезки Тех Веток Еще Раз Или Еще Тут Минутку Еще Раз Скопировал Теперь Выше 50 А Если 50 Это Вот Здесь Вот Тут Трудно Понять Примерно Здесь 40 Значит Это Цел А Если 50 А На Что Еще Раз Два Три Четыре Еще Раз Два Три Вот Это Может Попасть Под 50 Нахрена Вот Это Было Взять Из Самой Себе Еще Она Наверняка Я Тут Думаю Как Смотрю Слова Немножко Другие Да Вот Где-то У нее Ошибок Нет Ну То 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 Грамматическая Ошибка Ага Думаю Передрала Передрала И Самое Страшное Укарачивать Ветки Надо Каждый Год Пока Дерево Молодое Потом Порежут Это Понимаете Я 5000 Потерял Потому Что Мне Достаточно Было Сказать Что Это Все Неправда Все Не Надо Делать И Час Сказал Дураку Понятно А Ей И Сейчас Непонятно Это Обычное Дерево Исеянце Вот Оно Такое У Груши Они Коренастые Они Приземятся У них Есть Своя Особенность Помните Тот Парень Сказал Какой Дурак Это Делать Я Уточняю Как бы Сказать Какой Дурак Станет Отрезать Вот Это В моем Саду Это Милба Все До Единого Цветы Выросли На Кончиках Веток Ты Хоть Знаешь Об Этом Нет А Укарачивает Ветки Каждый Год Пока Дерево Ты Хоть Маленько Соображаешь Куда Ты Лезешь Ольга И Не Было Б Вообще Вот Этот Час Я Посвятил Другим Людям Другим Пэтил Вот Сергей Железов Этот парень Лопаты Убить готов А Рыжий Рыжий Конопаты Убил Дедушку Лопаты Ты Вот Заслужил Такие Слова Как Можно Отрезать Это Все Искалечить Дерево За Что Ради Чего Ну Ладно Яблоня Может Про грушу Поговорим А Вот Она Груша Это Сваров Вот Видите Этот Домик Яна Александров Савельевич Узнаете Не удалось Вам купить Цена Завышена Минимум Два раза За это Участок Узнаете Этот домик Он сразу За моим Забором Я со своей Территорией Делал фотографию Где Растут Цветочки Вы Представляете Вас Сюда Это Самое За то Чтобы Позорить Эти Мерязовку Где-то Скандал На Все Расти Хоть Кто-то Такой Толковый Мужик С погонами Сказал До конца До концов В наручнике К железу Снять на несколько минут Наручники На 10 минут Пусть она с секатором Все отрезает Цитируя при этом Свою Вот эту Свою дурь Зачем было Это делать Ведь вы же Сейчас выглядите Как это Ну Девчата Из тебя Рядь То что Ниже Гнуть Будем Надпиливать Будем Ведь по-вашему Это все Надо гнуть Чего Вы Деревна Представили Какого Хрен Вам От них Надо А вот Она Груша У нее Плодовые Ветки На вертикальных Этих Растут Я уже Сколько Вам Показывал Потом Они Начинают Эти А как Они Гнутся Сейчас Вам Покажу Вы Понятия Не Имеете Вот Ветка Нагнулась Вот Справа Видите Вот Уже Гнутся Когда На скелете Нет ран Ослабляющих Его Ветки Не Отламываются За всю Жизнь Больше Двух У меня Отломилось Ну Там Уж Такое Урожающее Мой Любимый Снимок Это Алюминиевый Завод Это Завод Управления Это Каждый Год От Минус 40 До Минус 48 Каждый Год Это Это Самая Груша Вот Она Это Сварог Это Сварог Посмотрите Какая У них Формировка Как Я Формировал Я Потом Истек Я Гнул Я Обрезал Я Крясо Запрещено Я сделал Вот так Случайно Я К ним После Посадки Не Подходил Я Серьезно Я Никогда Не шучу С небом Я После Посадки К ним Садил Я Вот этими Ручками Вот этими Вот Привал Я Я Привез Готовое Привитое Нахрена Им Ваша Обрезка Вот Это Вот Гнути И Вдути Дерево Приходит Время Вот Гнется Само Гнется Само Гнется Само На девочек Не глядеть Глядеть На Скиллет Дерево Еще раз На девочек Не глядеть Вот Зачем Они Нужны Тут Потому Что То ли Они Украшают Деревья То ли Деревья Украшают Рядом С такими Плодами Даже Девочки Скажутся Краш Еще Потому Что Вы Видели Придет Время И оно Само Изогнется Так Как Посчитает Нужным Ясно Анекдот Про Подружек Рубашку Ну Так Как Мы С вами Заканчиваем Думал Рассказать Рассказать Расскажу Он Не такой Неприлечный Полуприлечный Их теме Две Подружки Выходят Нет Еще Не выходят А Договариваются Что Когда Придет Пора Они Будут Выходить Замуж Подарить Друг Друг Рубашку Ночную Такую Особую Красивую Дорогую Конечно Наконец Одна Приходит Пора Она Выходит Замуж Подружка Ей На свадьбу Приносят Красивую Рубашку Ночную Ну Вот Прошло Время Теперь Вторая Собралась Замуж А Так Приходит Подарик Дарит Ей Не за что Не догадайтесь Кто Не слышал Шарфик Вот Той Да ты что Подруга Да ты что Мы договаривались Да я тебе Такую Роскошную Подарил Рубашку А ты мне Что Подруга Я Большой Внимание Все равно На шее Болтаться Будет Вот так Вот Так вот Девчата Кто Из вас Понял Как Не хотели У меня Я показал Десятки Фотографий Где они Все растут Вертикально Вверх И плодоносят И вертикально Вверх Растут Приходит Пора Все равно Это самое На шее Болтаться Будет Рубашка И все равно Они нагнутся Сами Вот И не лезьте Вы со своими Советами Потому что Ваши советы Это мертвые Сады По всей Деревне Это Выброшенные Деньги Ими так Несладко Помните Я первую Причину Назвал Переезд На тысячи Километров На север Уже Это Требует Чтобы Их Пожалели Пожалели Я уже Криком Кричу Пожалейте Их Они Так Тяжко Приходится Вы Никогда Не видели Эти Сплошь Больные Деревья Я Подмосковье После того Чертова Международная Конференция Где Мне Четыре Раз Отключили Микрофон Скомкали Речь И сказали Ваше Время Истекло Я Два Дня Прожил Подмосковье В себя Приходил Ну Как Приходил Я Ходил По Садам Перед Глазами Стоит Три Дерева Нормальных Фотографии Есть Я Показывал И Сотни Изувеченных Дерев Все Сотни Все Понимаете Все Деревья Изувеченные Штамбы им делают еще на границе Купли Продажи Они Уже Больны Я Видел Десятки Если Сотни Дерев Покрытым Хом Отнизу До Верху Какие Там Эти А Вы Научите Вам Вот сюда Тепо Фотографии У меня Тогда Зарядки Не Было Если Вы Те Фотографии Бы Те Что я Видел Сотни Все Это Сфотографировать И Вам Сюда Потихонечку Так Уже Не под фамилией Железом Вот Вставлять Сюда Типа Ой Помогите Вот те же Ваши Вы же Москвичи Или кто-то там Москвич Кто-то Кто-то Южнее Вот И Вы Как Вы Сказали Загущено А дерево Страшное А вот тут Загущено Будем Пролежать Да А вот здесь Фунгициды 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 Эти Хотя бы Дачные Феи Они За Сребренники Работают Она Моет Дерево Вот это Искалеченное Имя же Или тем За другим И она Его моет А тут Стоят Флаконы 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 И она Каждый Берет Видите Какое Чем Надо Мыть Деревья Моют От Чего От Грибов Мухов И Решайников Вот Так Вот Ну Че Как Я Это С вами Разобрал А еще Нет Вот Еще Груши Вот Зачем Их Гнуть Объясните Мне Вот Тот Самый Сергей Который Готов Убить Лопаты От Злости Кого Он Не знает Про вас Ничего И Никогда Не Узнает Он Живет В Другом Мире Опять Груш Пришло Время Наклонились Посмотрите Такого Парня Влюбляться Надо А Злоба Была Не К Нему А Ко Мне Поняли Что Сказали Глупость Хотя Бо Конкретном Случае Чего Ее Гнуть То Я Насад Живой Свидетель Пока Я Живой Вы Стоите В саду Который Вот Сейчас Жалко Что Это Самое Листать Вверх Хочет Далеко В 2015 Году Нет Еще раз Вы Понимаете Что Надо Делать Чтоб Вот Этого Не Было Дебилизма Еще раз Не поленюсь Не поленюсь Вот Видите Весна 2015 Почему Памяти У меня Нихрена Нет Особенно Цифр Но Я Весной 2015 Года Заплатил Миллион Рублей Это Фотография Сделана Если На ней Даты Нет В 2020 Году Вот Живой Свидетель О Даты Нет Я В 21 Года Только Вот Здесь Даты Это Фотография 2020 Года И Вот Он Мне Присылает Говорит Тут Значит Опять Помои Ну Как Это Так Ты Выразился Я Открывать Не Стал Почему Я Разобрался Мне Два Часа Понадобилось Чтобы Разобраться Вот С этим Придет Время И С этим Разберемся А Теперь Смотрите Пять Минут Осталось И Мы С Вами Закончим Вот На этом Пусть Хоть Одно Будет Другой Тема Да Какая Хрен Другая Закиров Если Вы Или Ваша Команда Видели То Пропустите Ну То Если Он Нам Информацию Присылает Если Видели Тогда Не Смотрите Вы Говорили Что Составляете Карту Распространения По России Ваших Сэронсов Вот Есть Интересный Пример Карта Зимостойкости Ассоциация Производителей Посадочного Материала В Это Годается Куча Питомников Их Успехов Не Знаю Так Много По Направлению Неплодовых Россий Но Они Подавали Данные В эту Ассоциацию А Она Ассоциация Составила Карту Зимостойкости Есть Даже Абрикос Монжиловский Там Да Вот Хорошо Сделано Технически И дальше Сюда Зайти Смотрите Я Туда Еще Не Заходил Все Свеженько Смотрите Допустим Допустим Сады Урала Вот Видите Вот Их Логотип Все Вот А вот Их Это Мемблема Мемблема Вот Да Тут есть Один Пустяк Вот Это Вот Дом Адрес Шушенский Район Красный Хутор Переволок Геологов Три Вот Этот Дом А Вот Этот Справа Мой Дом Тоже Из Этого Раньше Купил Все В советское Время Тоже Из Попилок И досок Тех пор Так и живу Вот Богато И вот Значит Это Естественно Мною Пассаж У меня Привито А теперь Скажите А у нее Есть еще И название То есть Название Они Тоже Переделали Вот Я забыл Какое Но уже Не сувенир Востока Они свое Придумали И как Я теперь Должен Вот этому Верить Ну как Вот Сейчас еще Пусть Немножко Это Справочники Справочная Ложь Откровение Из ГСУ Другой Раз Расскажу Откровение От директора ГСУ Упадете Сотни Плодопитомников Нет таких Фото Как им Верить Вот смотрите Это Рабочие Будни Маточный Сад Вы видели Где-нибудь Вот так Кабарикосы Цвели А вот Это Вот Питомник Кстати Сергей Сегодня Я спросил Все-таки Ездил Анкету Заполняй Это Сальский Алюминиевый Завод Он был Электрозник Шестого Разряда На данный Момент Он У него Стаж 15 лет Активный Вот Ему всего 31 Но из них 15 Активный Стаж Садовода Я его рано Приучил К этому Делу И получилось Так Что Попробовал Себя Там 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 И вот Он 15 Лет В моем Саду В нашем Саду И он Один Из лучших Садоводов В России Я имею Ввиду Практика Но он Еще Агроном Закончил Все-таки Этот колледж Технику Назывался Шушенский Так что Он И тут И там То есть Даже Вы ему Не сможете Сказать Что Какой-то Металлур Да Электрозник Состого Разряда Но ему уже Сергея Сказать Что Он Какой-то Металлур Вы уже Не сможете Потому что У него Диплом И один Из лучших Садов В России И лучший Питомник В России Понимаете Девчата Если вы До сюда Досмотрели А в сотнях Плодопитомников Я ругался Сам ошибку Сделал В сотнях Плодопитомников Нет таких Фото Нету Их Вот нет Такого Фото Нет Такого Фото Вот Такого Тоже Нет И Такого Нет На месяц Удлиняется Это Перед Вегетации Условно И Такого Нет А это Кто Это Его Наставник Строги Я все Говорю Вегетации 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 А люди Волитол Пьют Вот И Такого Только Фотографии Из интернета И Это Сотни Сайтов И Называть Себя Питомника Вот Это В следующий раз Время Нашего Секло Осталась Одна Минута Вот Если Ему Дадут Шестой Разряд А значит 1070 Прощай Один из Русских Садоводов России Вот Так Он Сказал Никому Не Говорить Я Еще Говорит Может Еще и Поработаю А я Тут Вспомнил Опять Это Анекдот Да У Одного Рабиновича Спрашивать Вы Были Бы Если Вас Назначили Были Самый Богатый В Стране Он Говорит Не Я Был Еще Богат Да Почему А я Ветерами Еще Бышил Вот Представим Себе После Работы На Электронной Ванне Лом От Знаете Какое Там Магнитное Напряжение Если Лом Лежит На Полу Его Поднять Только Можно Заним Конец И То С Рудом Это Невероятно То Что Происходит В Стране И У Нас А Он Этого Не Знает Не Говорите Обидится На Меня Мне Просто Нервы Не Выделил Готов Убить Лопаты Со Злости Только Потому Что Глупость Написала Похватилась Поздно Надо На Ком То Зло Сорвать Вот 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 А дальше Разборка Фотографии Пользуются Другие Сайты А нам Нельзя Вот Я потерял Кучу денег Видели И Вот Она Извините Хоть Уже Пошла Третий Час Я Вот Это Пропускаю Вот Это Пропускаю Вот Вот Это Пропускаю Ой Какие Оказывается Это Это Наворованные Фотографии Мои И Вот Эта Дурь Невероятная Подлость Вот Этим Торговать Вот И Вот Он Мой Друг Павел Троценко Молодой Грамотный Мужик Сказать Меня Заменит Мои Третью Книгу Сейчас Делает И Вот Он Взял И Он Сделал Канал Вот Этот Другой Канал Вот Тоже Надо Подписаться Грязников Лагмар Науки Я Потом Подробно В двух словах Я уже Раз Вам Показывал Вот Моя Фотография Вот И Я Специально Сделал Чтобы Вы Не Сильно Ну Человек Уволит Черт Той Мать Он С него Он Опытный Мужик Так И Он С него Выдавил Вот Эти Слова Видите Я Специально Уже Так Чтобы Воля За Честность Абрикос Это Не Плодоносит Тебе А Чему Вас Учили И Зачем Было Воровать Мою Фотографию Это Вам Не Повезло Мы Просто Брали Все Фотографию Подряд С этого С интернета Подряд Брали Вот они С интернета С интернет С интернет Ну Одна Попалась Моя С интернета С интернет С интернет Вот Это Вообще Самое Я Даже Обижаюсь Что По Популярности Вот Эта Фотография Академика Обогнала Мою Фотографию Серафима Ну Правда Он уже Стал Успехом Ну Это Понятно Врать Так Врать И Это Все Которые Говорят Да Мы Филиал Все Вы С этим Собирайтесь Что-то Делать Девчата Зачем Хвалиться Или Вы Ни Причем Мы Закончили Забыли Нас Там Не Тому Учили Жизнь Поправила Вот Не Зря Что Написали 40 лет Делала На Холмах А Тысячи Ваших Этих Авторов Если Брать 10 100 Все Ямы Садят Для Верную Смерть Вот Так Девчата Я Еще Посмотрим Что Там За Два Этих Может Быть Еще Придется Тут Надоел Я Сечаю Потом Идем Сделаю Так На Сегодня Все Это Я Прик